Название у меня немножко тоже хорошее, но уже вот такие звуки есть. Амегранскали. Амегранскали. Да, гаражи. Амегранскали. Все хорошо, да? Ну все. Амегранскали, равно нету такого нигде. Хорошо. Сейчас я себя переключу. Итак, есть ли поэзия на Марсе? Одна, сразу. Русская, конечно. Русская. Здравствуйте. Поскольку я человек организованный, да, я включаю таймер для самого себя. Десять минут. Пойдем. Друзья, география русской поэзии за пределами России. Вот именно такое название несет вот эта вот книжка, которую я сейчас держу в своих руках. Русская поэзия за пределами России. Двадцать первый век. Это сборник статей о русской поэзии в разных странах мира, опубликованных в нашем журнале за последние пять лет. Я об этом уже говорил и вчера, и завчера. Когда я говорю слово поэзия, повторюсь, я имею в виду два аспекта литературных жанров, основанных на стихотворчестве и область человеческой деятельности, связанных с материализацией поэзии. Книга-издание, издание литературных журналов, журнальные публикации, поэтические вечера, конкурсы, фестивали, творческие, неформальные объединения и так далее. Другими словами, и в этой книге, и вообще в ходе нашей сегодняшней конференции, я так понимаю, обсуждаются два аспекта поэзии, творческий и организационный. Это две неразделимые вещи. Что касается этой книжки, то за пять лет мы рассказали о политических диаспорах более чем двадцати стран мира. 20 русскоязычных диаспор, от США и Канады до Китая, от Финляндии до Австралии. При этом в поле зрения журнала «Эмигрантская лира», несмотря на его такое эмигрантское страшное название, попадает как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Вот так вот, значит, на свет Божий появилась эта книжка «Коллективный портрет русской поэтической диаспоры XXI века». Надо сказать, что русскоязычные поэтические диаспоры имеются далеко не во всех странах. Закономерность тут простая. Чем многочисленнее и чем старше сама диаспора, тем бурнее в ней кипит поэтическая жизнь. Это логично, да? Ну, начнем со стран ближнего зарубежья, но активнее, наиболее развита русская поэзия, я бы сказал, в Украине и, наверное, в Беларуси. Дело в том, что я сам лично писал статьи и о той, и о той стране, и познакомился хорошо с проблемой. Вот, это действительно феноменаль. Хотя, конечно, немало и интересных имен, и фактов, и событий имеются и в других бывших республиках Советского Союза, Армении, Грузии, Киргизии, Литве, Эстонии, Молдавии и других странах. Что касается дальнего зарубежья, то больше всего поэтов, пишущих на русском языке, я так думаю, в трех странах, в США, Израиле и Германии. В этих странах издаются литературные журналы, поэтические сборники, регулярно проводятся поэтические вечера, фестивали, то есть, можно говорить, если не о бурлящей, то о вполне заметной поэтической жизни. Чувствуется такое крепкое биение поэтического пульса и в Австралии, в Канаде, в Финляндии, очень много наших людей, наших поэтов. Но в большинстве же стран давнего зарубежья, где живут наши люди, ситуация другая. Там есть много, немало, скажем так, поэтов, но организованной поэтической жизни нет. Это касается и Западной Европы, таких стран, Западной Европы, как Франция, Бельгия, Великобритания, Испания, Португалия, Чехия, ну и Восточная Европа, Чехия, Болгария и другие. То есть, поэто есть, что-то есть, но целостной такой жизни поэтической процесса нет. Особое место занимает Китай. Там русскоязычная диаспора только-только началась возрождаться после Горбачевской перестройки. Я писал эту тему статью и сам для себя с удивлением открыл, что в течение второй половины XX века там вообще русских людей почти не было. Сейчас они начинают появляться и появляется русская поэзия. Ну и, наконец, имеется немало стран, в которых живет или, по крайней мере, известен всего один, максимум два русскоязычных поэта. Например, Япония, где вот я знаю Вячеслав Казакевич, есть другого, не знаю. И, кроме всего вот этого, есть множество стран, в которых русских поэтов нет вообще. То есть картина, получается, в целом самая разная. От буйной поэтической жизни в некоторых немногочисленных странах до ее практического отсутствия во многих других государствах. Это что касается организации поэтического процесса, поэтической жизни. Несколько слов о творческих аспектах русской поэзии за пределами России. Сразу признаюсь, что серьезные сравнительные исследования на эту тему мне неизвестны. Хотя я человек интересующийся и перерыву все, что можно. Поэтому я не буду спекулировать на тему о том, кто пишет лучше, поэты Яспоры, поэты Метрополии, как-то сравнивать поэтики двух частей нашего поэтического мира. Не буду. Нет информации. Просто подчеркну лишний раз, что журнал «Эмигрантская лира» приглашает всех серьезных поэтоведов, исследователей к серьезному осознавлению феномена русской поэзии 21 века за пределами России. Выделю только несколько основных и, возможно, спорных моментов. Каждый поэт пишет, как он дышит. Но, тем не менее, в творчестве современных поэтов русского зарубежья, как мне кажется, как ближнего, так и дальнего, можно выделить три основных подхода. Первый, условно говоря, ностальгический, сфокусированный на сохранении традиций и языка, покинутой или потерянной Родины, неважно, идет речь о современных странах или о Советском Союзе, ностальгический подход, не буквально, конечно, но тренд. Второй подход можно назвать космополитический, предполагающим у поэта осознание себя гражданином мира, выбирающего в себя все лучшее, что его окружает. Есть немало авторов, которые себя так позиционируют, и у которых видно, заверстывают такой подход. И третий, компромиссный, адаптационный подход, основанный на гибком приспособлении к новой действительности, и новой, что привносит в поэзию эмиграция и что она отнимает. Ну, под словом эмиграция, я тут понимаю просто факт вынужденного проживания в другом государстве, вынужденного или запланированного, включающего в себя как реальный переезд в другую страну, так и постсоветское проживание де-факто в новом независимом государстве. Итак, сильной стороной, вот этой нео-эмигрантской поэзии, если они есть, а я думаю, что есть, то, я так положу, они связаны, на мой взгляд, с ее большей внутренней свободой самовыражения, отчасти, с несомненными плюсами от возможности смотреть на российские реалии со стороны, большое видится на расстоянии, лицом к лицу, лица не у видать. Это также связано с более объемным видением мира с двух точек зрения, с точки исхода и с точки нового местожительства, с возможностью подпитки опытом и идеями поэтов-автохтологов, с обогащением языка, поэтического языка вторым языком и культурой и страной пребывания, даже с большим тематическим потенциалом из-за нахождения в совершенно новой культурной среде и, очень важно, с большей мотивацией для творчества даже, которая часто служит заменой утерянных из-за переезда видов деятельности. Но есть и сладые стороны в поэзии, в зарубежья. Они проистекают от меньшей вовлеченности поэтов-эмигрантов в русскоязычный мир, от разреженности литературной среды, проще говоря, малой численности самих литераторов-эмигрантов во многих странах и вытекающих из этого факта последствий, от отдаленности от центров книгопечатания, книгораспространения, от некоторой маргинальности этих литераторов в глазах отдельных редакторов и издателей, а также от меньшего количества читателей. Ну, проще, понятно, провести литературный вечер поэтической где-нибудь в Воронеже, чем, скажем, в Милане. С появлением интернета и облегчением пересечения границ некоторые факты стали менее выраженными, но в общем и целом они сохраняются. А стало быть, внимание, и сохраняется, на мой взгляд, некоторая разница, некоторая нетождественность двух ветвей единой русской поэзии. Еще раз повторяю, что серьезные исследования на эту тему мне неизвестны, и был бы рад опубликовать размышления специалистов на эту тему на страницах журнала «Инегранская религия». Спасибо. Вопрос, понимание. Да, конечно. Да. Вот в 21-м году, ну, после известных событий, конца гражданской войны, и 10 тысяч, последний отряд добровольческой армии, 10 тысяч человек пересекли границу и обосновались в Болгарии. И 4 года до того момента, когда они рассеялись потом по другим странам, в Болгарии за эти 4 года выходило около 100 печатных изданий на русском языке. Это сделали эти люди, которые приехали без денег, зачастую и вообще, так сказать, бежали, просто были беженцы. Вот в чем феномен, как вы думаете этого, и почему сегодня не происходит, хотя на самом деле люди уезжают иногда и с деньгами, и с возможностями, почему это не происходит сегодня? Вопрос сложный. Потому что потеря интереса к литературе, к поэзии в частности, это не только проблема России, это проблема всей человеческой цивилизации. Я это говорю не голословно. Дело в том, что в Бельгии, в Льеже, у меня свой магазин книжный, газетно-журнальный книжный уже на протяжении 16 лет, и я вижу постепенную деградацию, как бы мою в Льеже, в Льеже, деградацию читателей. Если в первые годы, я живу в Бельгии с 2000 года, если в первые годы каждую неделю ко мне приходили покупатели, покупали книги или заказывали их по каталогам, да, то сейчас практически это вообще отпало. Не читает никто. Более того, журналы, народ читает в 2-3 раза меньше, газеты читают только пожилые люди, потому что, говорят с одной стороны, ну все есть в интернете, а на самом деле они и в интернете не читают, а читают только заголовки. То есть, на мой взгляд, это проблема деградации человеческой цивилизации, ну разные религии на это смотрят по-разному, я думаю, что это какое-то, не знаю, то ли приближение конца света, то ли чего, и может быть наша миссия в том и заключается, чтобы немножко поддерживать тот стабильный когда-то уровень интеллектуальный и творчественный, пример которого Надежда Контакова сказала в Болгарии и в других странах. Наша с вами задача планку поднимать, несмотря на естественный и противоестественный процесс прагматизации, эгоизации, обездущивания, очень сложно. Нужно ответить, я на вашу вопрос? Я думаю, что есть, да, есть. Лена, извините, пожалуйста. Здравствуйте, извините, у вас есть такой вопрос, я прошу представьтесь, мы вас все знаем. Ирина Семенова, поздравитель книжного предложения визаичном возник, текст-ребрес. Вот такой вопрос у меня возник, я не знаю, сколько вы правомеренны, но меня он интересует. Вот вы как человек, уже давно занимающийся этим вопросом, русской литературы за рубежом, наблюдатель, я посвящалась бы в вашей практике моментом конфронтации культуры, да, вот, культура русской поэзии внутри страны и за рубрик, за рубрик. Ну, вопрос, ответ простой, ни разу, ни разу. Есть некоторые иногда недоумения, бывает, допустим, из ста человек, всегда найдется один, который идеологизирован или легковерный и поддался, может, на какие-то статьи в какой-то желтой прессе и так далее, потому что там враги народа и пишут там всякую ересь и так далее, и может что-то вот как-то проявилось. На самом деле это я не заметил ни разу, не проявляется совершенно. Но, может быть, оно проявляется в других городах, на других фестивалях. Дело в том, что все зависит еще и от организатора поэтической деятельности. У нас в рамках эмигрантской лиры изначально исключена всякая политизация, дискуссия. Об этом я говорю вслух, потому что, как я уже говорил, наша цель это единение, общаться. Понятно, что если я открываю фестиваль и начинаю рассуждать о Крым наш или ваш, или хороший Путин, или плохой, или еще что-то, то это будет базар, и мы все передеремся, и до поэзии дело не дойдет. Поэтому просто вот такие вещи пресекаются. Понятно, что мы разные. Конфронтация может быть идеологического плана, политического плана. Но даже если люди диаметрально противоположны и смотрят на Крым и на Путина по-разному, я не видел, что надо быть настолько фанатиком, чтобы это как-то проявилось в неприятии творчества или чего-то. Дело в том, что мало людей, поэтов-радикалов, таких пишущих, как журналистов. Поэты, в принципе, пишут все об одном, о жизни, смерти, любви, жизни и так далее. И поэтому мой ответ практически нет, такого я не видел. — Александр, если можно, у меня тоже к вам вопрос, поскольку вы все равно хозяин фестиваля, возьму терпеть. Вы говорили о том, что о некой, скажем так, оторванности и локализации литературного языкового процесса, поэтому по-русски живущих за пределами России. У меня вот такой вопрос. Нам известен феномен Набокова, нам известен феномен Бродского и нам известен во Франции, значит, пример писателя, который читал на французский язык. Но в целом, как мне кажется, билингвальность, несмотря на освоение языка страны, в которую человек переехал, и иногда на очень серьезном уровне освоения, мне кажется, что билингвальность все-таки русской поэтической традиции не очень свойственна. Возможно, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, ведь вы же тоже не перешли на фламандский диалек. Мне все-таки, как вам кажется, я связывал это с определенной укорененностью и с определенной архаикой самого по себе русского языка, несмотря на то, что парадокс, на мой взгляд, заключается вот в чем. Русский язык может быть как никакой другой восприимчив и подвержен всем процессам, которые происходят в мире на сегодня. И язык, который впитывает в себя все сленги, все жаргоны и все самых разных сфер влияния и вливания, ну, как вам кажется, все-таки отражается ли это на поэтическом мире или человек приносит с собой, извините за пафос на подошвах своих, в душе своей приносит язык страны, из которой он приехал, и все-таки с русского языка большинство не слезает, не переходит. Спасибо, Ларина. Хороший вопрос. Ответ такой. Все упирается в менталитет русского человека. Ну, русского человека в широком понимании русскоязычного человека, русского культурного. Мне кажется, наша традиция так сложилась, да? Мы более зациклены на себе, на русском языке и русской культуре и менее восприимчивы к другим языкам и культурам. Большинство литераторов, живущих за рубежом, даже если они говорят свободно на французском, английском языке, на иврите, я думаю, очень мало наших литераторов, пишущих на этих языках. Не потому, что мы глупее других людей, а почему-то нам это не нужно. Почему-то это не в нашей традиции, это первое. Или еще, может быть, мы не созрели, потому что наша все-таки русская диаспора, да, несмотря на столетие ее, она довольно молодая. Мы всего лишь сто лет живем в среде других людей, а может, нужно века. Другой аспект. Я приведу пример. Каждый год я провожу, как минимум, две встречи, одна в рамках фестиваля, другая просто, когда приглашаю поэтов. Две встречи между русскими поэтами и поэтами местными, пишущими на самых разных языках, арабском, китайском и так далее, на десятках языков. И в рамках вот этих вот мероприятий наших, да, там мы устраиваем так, все вот эти приглашенные авторы иностранные читают стихи на своем родном языке, и мы переводим на русский и на французский два языка. Так вот, я заметил, что русский человек, слушатель, да, слушая вот выступления там на арабском или на китайском языке, начинает сразу же позевывать, ему это не интересно, мы не любим этого, мы не привыкли к этому. И вы не представляете себе, насколько это нравится вот моим друзьям-франкофонам, они наоборот просят, а почитайте на русском. Я говорю, так уж все равно не поймете. Это не важно. Музыка, языка, это очень важно. Мы к этому не привыкли почему-то. Это не язык политической толерантности или еще какой-то. Это какие-то вот особенности нашей ментальности. Вот они любят другие языки, а мы нет. Вот в этом кроется вот причина, почему и билингвизм у нас не очень развит, крайне мало поэтов-билингов. Вот. И все, что связано с этим делом. Не наше это пока еще. Спасибо. Есть еще вопрос к Александру? Я думаю, что... Полный вопрос малюсенький. Прошу прощения, мне кажется, Саша, в этом нет ничего удивительного, потому что это свойство любого имперского народа, в прошлом или в настоящем. И что же вы удивляетесь, если русские всех, кто не говорил по-русски, называли немцами. Это потом приклеилось к германцам. Значит, воспринимают как немых. И плюс к этому, я все-таки думаю, если говорить серьезно, это упирается в нашу традиционную литературу-центричность. И, конечно, мы как бы стремимся охватить целый мир, да, в своих представлениях о литературе. Это не значит, что мы не восприимчиваем другим языкам или другим литературам. Это, на мой взгляд, все-таки не совсем там. Ну, менее, понятно, что, ну, понимаете, да, вот именно на каких весах взвешивать, то есть мы внутренне всегда готовы, что Пушкина не будет. Ну, если не будет, значит, вот. Еще вопрос, да. Борюсенький вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, корреляция между количеством русскоязычных иммигрантов в какой-то стране и количеством пишущих автор? Есть все-таки, да? В этом году там вышли люди на улицу, забастовка желтых жилетов, да, закрыли 2-3 дороги, было 12. Маленькая страна, маленькая диаспора, вот. И в этой диаспоре еще и не очень люди книжки почитают. Так что прямая связь. Так какой ответ на вопрос вынесли в заголовок? Ответ, если поэзия на марсе, я думаю... Русская поэзия, конечно, русская поэзия. Я думаю, что поскреби любого человека, и вы увидите поэта. Поскреби любую планету, да, и найдете там где-то поэта. Уже русский он или нет, или нет. Спасибо. Спасибо. Марина Темкина из Соединенных Штатов, из американских Соединенных Штатов, попробует нам рассказать о том, что то есть от русского языка миф это, или реальность. Это очень важное. Для меня лично это одна из важнейших тем. Добрый вечер всем. Я, Саша, попросил меня говорить широко о том, как проживает поэт в эмиграции. И я решила все-таки, что я буду говорить на личном опыте, и тогда, возможно, это будет как-то расходиться кругами, потому что любой личный опыт, все-таки он в то же время и общественный. Знаете, по-английски мы говорим «personal is political». Личное – это политическое, поэтому я ни в коей мере не верю ни в какую литературу, которая не является политической. Приведу вам пример. В этом номере «Эмигрантские миры» есть интервью с Геной Готцовым, человек, который занимается русским телевидением, и он также устраивает политические вечера в музее Николая Рериха. Я там тоже выступала, и у него есть довольно обширное в интернете такое поле, где он интервьюирует разных писателей и поэтов. Так вот, он предложил антологию «Наш Крым» после того, как было движение «Крым наш», и он предполагал, что это не будет ни в коем случае политической акцией, что просто те люди-поэты, которые как-то были связаны с Крымом, они родились в Крым и жили в Крыму, или, в общем, у них есть какие-то мысли, какие-то эмоции или какие-то истории с Крымом, что это не будет ни в коем случае политическая антология. Я в ней участвовала, и редко пишу стихи на заказ, в данном случае это было стихотворение на заказ, потому что «Мой дед похоронен в Джанкое». Это первая строчка этого стихотворения. Мой дед действительно со стороны отца похоронен в Джанкое, и его история – это абсолютно история советской власти, это история еврейской семьи из местечка, у которой сначала все отняли в местечке, потом они переселились в Крым и начали там такое же садоводство, как у них было в этом местечке, и начали растить виноград, там, мандарины и дыни, которые они в жизни никогда не видели в своем местечке, и опять у них появилась лошадь, и, следовательно, опять кулаки, и мой дед помер прямо вот на обыске, пока их обыскивали. Сказать, что это стихотворение не есть политическое, никак невозможно. оно было, безусловно, связано с Крымом, как вот начало советской истории, да. Вот я начну со своей эмиграции, я уехала из Ленинграда в 78-м году и приехала в Нью-Йорк в 79-м, прожив 9 месяцев в Вене и еще 7 месяцев в Флоренции. Как это получилось, это долгий рассказ, возможно, даже роман, поэтому эту историю я пропущу. Но первый раз я посетила политическое русское чтение, это дело происходило в Вене, на квартире, как это называется, НТС, Народный трудовой союз, да. Такая была партия, за которую давали очень много лет о тюремной жизни или даже вышку. И вот человек, который в редколлегии Сашиного журнала, Саша Радашкевич, мы учились с ним вместе на историческом отделении Ленинградского университета. И он дружил со Славой Игдакимовым, который был членом Народного трудового союза. Отец его всю жизнь сидел в тюрьме, и Слава, в конце концов, арестовали тоже. Так что знала я об этом Народном трудовом союзе понаслышке, но все-таки каким-то образом знала. И пошла на квартиру, потому что было объявлено, что будет поэтическое чтение, я думаю, как интересно. Я уже тогда писала стихи. Ну как бы была начинающая поэт, 30-летняя, но все-таки начинающая. И вот, значит, слушателей было два, участник был один. И на этой квартире был некий человек, который был близким одним из самых близких друзей Виктора Кривулина, с которым я была знакома в Ленинграде, Лев Александрович Руткевич. Про него говорили, что он был такой вежливый, что даже называл свою кошку на вы. Читал поэт Игорь Бурихин. Поэзия эта называлась, объявлялась как эротическая. И в зале, значит, было три слушателя. Сережа Довлатов, я и еще какая-то незнакомая девушка. Мы слышали эту эротическую поэзию, я совершенно не помню, что в ней было эротического. Игорь потом эмигрировал в Германию, несколько времени там, некоторое время назад умер. И вот такой мой был первый опыт. И я тогда и думала, наверное, вот так я и буду жить. Вот будет там, знаете, три сестры, там дядя Ваня на сцене и так далее. Значит, приехав в Нью-Йорк через некоторое время, мне, естественно, очень хотелось показать, что я делаю Продскому, потому что я ему доверяла. И мне казалось, что все эти люди, я не печаталась в России, и мне казалось, что все эти люди в андеграунде, у них вот такие же недостатки, как у меня, что чего-то нам не хватает. А чего нам не хватает, мне было непонятно по молодости лет, а также по глупости, потому что всем все хватало, как выяснилось потом. Вот. И, значит, в андрике Иосифа Бродского, возможно, я действительно являюсь единственным русскоязычным поэтом, которого он каким-то образом был ментор, может быть, раза два. Значит, все его замечания были исключительно сексуального характера и более никакого. И после этого произошла абсолютно такая классическая гендерная перевертыш, что ли, да, когда я, наоборот, начала помогать Иосифу Бродскому, я могу переводить, что-то редактировать и так далее, и так далее. Значит, что было интересно, однажды я, значит, пришла на свидание к завказу древсловистике Колумбийского университета, был такой человек Роберт Белнап, который занимался Достоевским, замечательно знал язык, написал много книг о Достоевском. Он сказал мне, что он, значит, сделал такую ассоциацию русских поэтов в Колумбийском университете и что там сто членов. Ну, кто эти поэты, ни одного имени я не знала. И я пришла на это собрание, там действительно сидело, так, наверное, около ста человек. Я была в те времена там самая молодая. В основном это были поэты такого, вот там была, например, мать неизвестного, эрнста неизвестного, Белла Дежур, которая писала от Холокости и получала даже какие-то премии. Все остальные люди были, знаете, вот как бы ветераны войны. И они писали под вот такого Слуцкого и под там такие вот как бы дилетанты. Но все-таки у кого-то там были и какие-то публикации и так далее. В общем, я решила, что туда я больше не приду. Ну, вот началась моя какая-то жизнь в эмиграции. Сначала мне казалось, что никаких таких людей нет, с которыми мне было бы близко и приятно. Потом я познакомилась с Сашей Сумеркиным, с книжным магазином «Русика» и стала дружить с Довлатовым и так далее, и так далее. И там были, в общем, интеллигенция была какая-то пишущая, да. И вот в «Русике» Саша Сумеркин хотел издать мою книгу. Поймите одну вещь, что когда я приехала, еще старые формы, вот первые эмиграции были живы. Издательство Мартиянова, чеховское издательство, конечно, вовсю новый журнал был еще тогда не архивным журналом. Он был абсолютно живым журналом. Были уже довольно немладые, но совершенно пишущие, прекрасные писатели. И была, конечно, слава Набокова, Сень Набокова, его письма о том, как он порывает создательство по разным причинам. И вот Саша Сумеркин сказал, что я хочу твою книжку. Первая книжка, знаете, это всегда так нервно как-то, да. Потом уже как-то, ну как пойдет. А вот первая книжка, там ты волнуешься, будет ли книжка, не будет книжки. И сначала Саша издал Лимонова, это я иточка. Нет, вру, русская называлась эта книжка, да. Потом он издал книжку такого поэта Петруниса, у него единственная книжка. Потом он, кажется, хотел книжку Саши Радашкевича. И я поняла, что я буду ждать до скончания века, книжки у меня никогда не будет. И в этот момент, надо же было так случиться, что я работала тогда с эмигрантами в аэропорту и вижу Синявского и Марью Васильевну, совершенно потерянных в этом аэропорту, потому что по-английски они не говорят, русских надписей нет, и они не могут найти свой багаж. И я к ним подхожу и говорю, я знаю, кто вы, а я вот Марина Темкина, давайте я вам помогу. И таким образом я им помогаю найти этот чемодан, и мы разговариваем в этом осен, и они приглашают меня в гости, они живут у Шрагиных, у таких людей, которых я уже знаю. И в общем я приношу Марью Васильевне эту рукопись, она говорит, Андрей Донатыч почитает. Андрей Донатыч почитал, сказали, что да, будем издавать вашу книжку, ее хотим. Это все длилось катавасия, наверное, около года. В конце концов мы приехали в Париж, помогли набрать эту книжку, и таким образом у меня вышла первая книжка Васинявских, и там я познакомилась и с Лимоновым, и с какими-то всякими другими людьми. Что я хочу сказать, что да, с одной стороны, поэзия – это такое занятие, которое требует уединения. Никто никогда не пишет на людях, в толпе, такого нет. Может кто-то сочиняет на ходу, есть такие люди. Я еще приехала, и я должна об этом сказать, потому что это очень важно, что в романтизме, которым грешна благородская поэзия довольно долго, да, вот да, это такой поэт, вот Бродский сказал на суде, что это от Бога, и такая надиктованность, и какая-то мистика, и какая-то там фантастика, да. Теперь, вот 40 лет спустя, я совершенно уверена в том, что вообще занятие писания стихов известны людям от начала вообще Адама и Евы, я думаю. Это совершенно легитимное занятие. Очень многие люди пишут стихи, и слава Богу. Одни из них пишут, как бы большинство из нас пишут из-за того, что у нас есть какие-то травмы, они почти у всех людей есть, какие-то потери, какие-то зажимы психологические, и это открывает нам некий канал, чтобы мы там, так сказать, как-то самовыражались. Одни из нас почему-то интересны двум человекам, а именно папе и маме, или наоборот, там, жениху или невесте. Другие интересны десяти человекам. Но есть какие-то люди, которые почему-то интересны сотням людей. Но то, что все люди пишут и пишут, потому что им это нужно, я в этом совершенно не сомневаюсь. А то, о чем говорил Саша, очень важно. Это структурирование этого процесса. Вот в Нью-Йорке очень долго этого не было. Кажется, что было, а ведь на самом деле не было. И только вот в Перестройку, когда к нам приехал Привев, Рубинштейн и Нина Искренко, и стал петь песни Псой Короленко, оказалось, что вот вокруг именно художников из, как бы, соцарта, да, где собирались люди, где я тоже читала свои тексты, произошло какой-то, какой-то контекст произошел, такой очень навар, как бы, да, где можно было найти своих людей. Так что это, я считаю, что из Митрополии, вот когда я обнаружила, что появились на сцене московские концептуалисты, мне стало просто замечательно, потому что я поняла, что есть в России люди, которые занимаются тем же, чем и я занимаюсь. Это первое. А второе, я должна сказать, о переходе на английский язык, вопрос в арене, да? Марина, пожалуйста. Да, ну я отвечаю на вопрос, как вы все говорите. Ну, а билингом, потому что у вас был один ответ, а у меня другой. Вот в какой-то момент, в 94-м году я получила такую литературную премию, очень заливистую в Америке. И тогда, уже после того, как я там отжила много лет, почти 15 лет, да, у меня появилось желание как-то с местной аудиторией тоже вступить в некоторые отношения. И второй источник этого желания, это то, что я с 89-го года живу с вот замечательным французским художником, который спит очень сладко на наших конференциях, и по-русски не говорит ни бум-бум. Но он переехал в 89-м году в Нью-Йорк, и через него я узнала, как бы, первый круг, что такое концептуализм, что такое конкретная поэзия, хорошо знала американское искусство американскую поэзию. И я начала делать инсталляции с его легкой руки, этот долгий рассказ как-то произошло, и эти инсталляции стала выставлять и превратилась в художника. И вот эти инсталляции на английском языке привели меня к тому, что я стала действительно писать на английском, потому что это оказывается не так трудно, как нам кажется. Что касается прежних эмиграций, почему этого не произошло, вы помните, что Цветаева переписывала с Рильки на немецком, да, и что она, например, была знакома с Верленом и с разными другими литераторами. Простите, Марина, тем не менее, Рильки пытался писать по-русски, а... И Пушкин по-французски. Пушкин до 9 лет вообще по-русски не говорил. Правда, по-русски. Ну, Цветаева осталась верна. Вы знаете, я на этот вопрос отвечаю просто. Вот Бронский он всегда говорил, что я любил английский, я люблю английский, а я говорю, а я люблю русский. Не потому что я ненавижу другие языки, я уже и пишу по-английски, да, но я все равно люблю русский, да, что это какой-то мой, то, что называется, транзитный объект, знаете, какая-то шпилька, которую я приколдую в юбке матери или там как-то. Есть еще вопросы? Отрадно слушать. Если можно, уважаемая отецкая, я бы хотела вот о чем спросить и надеюсь, что мой вопрос не покажется вам некой колкостью, поскольку вы никаким образом не отвечаете за процессы, происходящие на всем американском континенте и конкретно в американских Соединенных Штатах. На мой взгляд, с конца 80-х годов интерес американской самой разноязычной публики, разных диаспор, живущих на территории Соединенных Штатов, к русской поэзии формируют американские словески. Мне кажется, не знаю, возможно, вам покажется, что я несправедлива, мне кажется все-таки, что именно американские флористы замкнули восприятие русской поэзии конца 20-го, начала 21-го века в тех рамках, которые вы обозначили, в рамках концептуализма или метаметафоризма, или вообще мета-языка в широком смысле слова. Известно ли вам, что происходит сегодня и каким образом американские словески, если они вообще остались в живых, каким образом сегодня они воспринимают русскую поэзию? Я, к сожалению, вижу, что они застряли в конце 80-х годов. За это время в русской поэзии произошли совершенно невероятные процессы, тектонические процессы. И русская поэтика обновляется, как мне кажется, каждые 3-5 лет и продолжает развиваться. Вот, собственно, о чем я хочу спросить. То, что я слышу от людей, которые приезжают из Соединенных Штатов, по-прежнему замкнуто на процессах, происходивших в русской поэзии в конце 80-х годов. Я думаю, что вы правы. Это ответ очень не огорчает, поверьте. Я хотела бы слышать другое ответы. Я хочу сказать, что в нашей эмиграции, то есть той эмиграции 70-х годов, которой я принадлежу, вот того призыва, у нас есть дети. И эти дети уже тоже не очень юные. И они пишут по-английски. Но также они замечательно переводят. Например, мой издатель и редактор Матвей Макилевич, это внук Елены Баннер, и он вырос в замечательном доме. По-русски, говорит, прекрасно переводит Харпса. Сам пишет очень хорошо, мне нравится. И его издательство «Годких утенков», они, например, издали книжку ленинградских поэтов-блокатников. Книга лицензировалась во многих-многих изданиях. Это уже даже поэты 80-х годов. Это значительно более ранние поэты, о которых ничего не было известно ни русскоязычной публике в Метрополии, ни вне ее. Кроме того, вот только сейчас я видела и слышала и получила книжку от ленинградского поэта Астафьева, совсем молодого, тридцатилетнего, и он тоже переведен. Так что, да, много ли у нас американских поэтов молодых переводится на русский язык, не уверена. Множество. Ну, тогда можно сказать, что некоторые переводятся и на английский язык. английская поэзия, она фокусируется на содержании, если можно так сказать. Поэтому московские концептуалисты, да, их поэзия может быть политизированной, мы можем так сказать, да. — Как все искусство соц. арте. — Да. Поэтому оно доходит и понятно людям, что это означает. — Просто, прошу прощения, не просто для нас, скажем, да, а особенно восприятие сегодняшних тридцати-тридцати-пятилетних людей — это безнадежная архавика. Скажи. — Получается так, что для американских, для людей, для американцев, которые интересуются литературой, это по-прежнему последнее слово. Вот только об этом. — Ну, в таком случае я не знаю, как вообще определят архавику. Например, я до сих пор читаю Пушкина, наверное, я... — Пушкин самый современный варень. — Или, например, Мандельштама. Но я думаю, что... Вот я слышала от многих русскоязычных поэтов, живущих в России, что почему-то московский концептуализм живет, а все остальное — это такие однодневки, бабочки-однодневки. И это может быть и неправда. Это может быть и неправда. Но такое мнение тоже существует. Поэтому... Знаете, вот то, что мы даже там говорим, что в поэте всегда война, как бы мы не хотели консолидировать, я абсолютно приветствую Сашину мысль о том, что все должны встречаться, разговаривать и обмениваться. — Вообще любить мнениями. — Желательно даже любить друг друга, хотя уже любить — это трудная такая эмоция, сложная. Хотя бы детей своих любить, знаешь, я уже коллег, я уже не говорю.